Значит не смог я сторговаться с вашим торгашеским миром, говорит Нико Пиросмани в биографическом фильме Георгия Шенгелая «Пиросмани». Не смог, да. Непрекаянная жизнь вопиющей, безысходной даже небедности, нищете. Художник, картины которого будут уставляться в Лувре и Третьяковке, чья арсенальская гора ночью в 2007 году уйдет на аукционе «Сотбис» за 1 миллион фунтов стерлингов, умер от голода и холода в сыром подвале. Пиросмани принадлежит числу тех великих людей, чья жизнь окружена легендой, а имя используется как торговая марка. Вы не пробовали вино Пиросмани, не слышали старый шлягер о том, как художник подарил любимой миллионы и миллионы алых роз? Большинство из тех, кто потребил таким образом присвоенный и переваренный современной эпокультурой образ Пиросмани, не доладилось видеть картин художника. О Микеланджело или Рубинсе обычно рассказывают с придыханием, о Ренуаре с симпатией, о художниках русского авангарда с дружеским пониманием. В текстах книг встречается автор-герой с его излюбленными речевыми оборотами, манерой ставить тире или двоеточие, делать подробные ссылки или обходиться без них. А с другой стороны художник-герой, о котором начинающему любителю искусства известно лишь то, что он узнает из текста. Этот художник-герой, в отличие от настоящего, когда-то жившего художника, одет в наряды современности и мыслит в соответствии с идеалами автора-героя. В искусствоведческой литературе советского времени все художники-герои сочувствовали бедным. К Пирос Манишвили это относилось прежде всего. Приветствовали Октябрьскую революцию, если им доводилось до нее дожить. А если жили гораздо раньше, то явно чувствовали, что им не хватает руководящей роли партии. Есть художники, созданные в XIX веке, воображением англичанина Джона Рёшкина или француза Ежина Фромантена. О живописце Нико Пирос Манишвили написано довольно много. Среди самых известных авторов трое. Художник Кирилл Зданевич жертвовал последним, чтобы пополнить свое собрание картинами Пирос Мани. Им был полон его родной дом. Впоследствии Зданевич написал книгу о том, кто оказался более талантлив и знаменит, чем он сам. Писатель Константин Паустовский написал о ярком впечатлении своей юности, о том, что он увидел на Кавказе. Для него открытие Пирос Мани – это путешествие в сказочный мир, его живописи. И раз Кузнецов написал книгу в серии «Жизнь в искусстве» о великом грузинском художнике Пирос Манашвили. Он хотел сказать, что Грузия – замечательная страна, и Пирос Манашвили стоит в одном ряду с Моне – Сезаном. Все видели одни и те же картины, перебирали немногие достоверно известные факты, но каждый говорил о своем. И у вышеперечисленных, и у других уважаемых авторов порой пробивается снисходительно одобрительный тон, когда они рассказывают о Пирос Мане. Как будто они треплют по плечу бродягу, задремавшего под легким хмельком, как будто учат хорошим манерам непутевого художника. Нику Пирос Мане Николай Асланович Пирос Манашвили Родился в затерянном на востоке Кахетии с селе Мерзани. Сведения о его детстве основываются на рассказах, слухах и косвенных исследованиях. Документов, в которых были бы зафиксированы факты, не осталось. Родители его умерли, когда мальчику было около восьми лет. Никол взяли к себе Калантаровы, владельцы имения, в котором его отец обрабатывал виноградники. Вскоре вместе с одним из сыновей Калантаровых Никол уехал в Тифлис. Пирос Мане родился из облаго смутных прозрений, касающихся значения примитива в художественной культуре. И среди наших современников были люди, творившие и жившие так же странно, как Пирос Мане. Поэтому, читая мемуары о грузинском художнике, разглядывая его картины, можно вообразить себе Пирос Мане, похожим на наивных художников России, хотя они и жили много позднее и в другой стране. Всем, кто писал о Пирос Мана Швили, приходилось отмечать его оригинальность, несложесть с представлениями о настоящем художнике, а вот имеющим опыт собирательства или просто постоянного любопытства наивным художникам. Таких наберется порядочно среди нынешней интеллигенции. Как раз приходится удивляться тому, как похож был Пирос Мане на других известных мастеров наивного искусства в России, или во Франции, или в других странах. Пирос Мане не получил художественного образования. Единственные его учителя – странствующие художники. Наблюдая, как они расписывают вывески лавок и дуканов, трактиров, Нико учился рисовать. Это сегодня Пирос Мане – один из величайших представителей примитивизма и человек, чьим именем названо огромное количество ресторанов в кавказской кухне. При жизни его именовали попроще – маляр. Деньги у него буквально уплывали из рук. В основном художник зарабатывал на жизнь, разрисовывая стены трактиров и создавая вывески, а его за это кормили и наливали стакан вина и рюмку водки. Картины Никоппер Усмана Швили были созданы в живописном грузинском городе Тифлиси в начале 20-го столетия. Они украшали стены духанов, то есть кабаков, где произносили длинные тосты перед доброй кахетинской и ударявшей в голову молодой Маджари. Так что нет ничего дурного в том, что имя художника теперь видишь на этикетке бутылки. Говорят, что Пирос Мане был пьяницей и часто писал картины за плату натуры вином и обедом. Был он человеком не от мира всего, жил часто в том же ресторанчике, где и работал. Но работал не только художником, но и просто маляром. Если надо было, красил стены. Он пытался вернуться в родное село. Открыл продуктовую лавку, который торговал сыром, молоком, мацони, медом. Затея потерпела крах. Гордый кахетинец мог нагрубить выгодному покупателю и дать полную казину товара в долг бедняку, который неизвестно когда и неведомо с чего долг вернет. В память об этом периоде остались белая корова на черном фоне и черная боеволица на белом фоне. Эти картины служили вывеской в лавке Нико. Нельзя не упомянуть необычные холсты перусмами. Чаще всего он писал на клеенке. По одной версии это была обычная клеенка в трактире, по другой специальная техническая клеенка. Учитывая его тональную бедность, вполне возможно, что оба варианта имели место. Когда появлялись какие-то средства, перусмани покупал специальный материал. А когда об этом мечтать не приходилось, что ж, художника не остановит отсутствие холста. Уникально то, что перусмани писал чаще всего на черной клеенке. Не свет он раскрашивал, а черноту осветлял. Многие исследователи считают, что причиной открытия этой техники стала нужда, не отпускавшая художника всю жизнь. Чтобы сэкономить на красках, он писал на черной клеенке и оставлял ее незакрашенной там, где требовался темный цвет. Искать пещеру царицы Тамары Хоть один раз глянуть бы на ту долину, где солнце никогда не заходит, говорит Нико Перусмани в фильме «Шингелая». Именно это он и пытался сделать всю жизнь, переностя краски на черную клеенку, а светом раскрашивая тьму. Перусмани не довелось изучать историю искусств и знакомиться с различными направлениями живописи. Это был самоучка чистой воды. Возможно, отсутствие академического образования в его случае и позволило таланту максимально проявиться. Его картины наивны и в своей наивности и простоте не подражают. Кажется, Перусмани миновала присущая большинству художников боязнь чистого холста. Холст недолго оставался чистым перед Нико Перусмани. С детской смелостью, не затронутой сомнениями, он подходил к холсту. Будь он белым холстом или черной клеенкой, и писал. Без эскиза, без набросков, без продумывания композиции и выстраивания перспективы. У Нико Перусмани не было такого явления, как забракованные работы и перечеркнутые черновики. Да и не мог позволить себе художник разбрасываться трагерцинными холстами. Он всегда писал начисто, по возможности не отрываясь, пока не закончен. Здесь не оказывалось места размышлением. Словно Перусмани не писал картины, а помогал им, уже существующим, проявиться. Практически вся настенная живопись Перусмани погибла. Кто же мог знать, что роспись на стенах недорогих тифлийских дуканов навес золота. Не приспособленный ни к чему другому, кроме живописи, Перусмани рисовал всегда. По исследованиям, он написал около двух тысяч картин. До наших дней дошло менее трехсот. Известный всем жителям постсоветского пространства хит о миллионе алых роз, Вознесенский написал о Нико Перусмани. Художник увидел выступление французской артистки Кафе Шантана Маргариты де Север и потерял голову. Был ли миллион роз, неизвестно, но, по слухам, бедняк Перусмани действительно завалил номер певицы цветами. А к собственному дню рождения сделал ей подарок, скупив целое море цветов. Взаимность ему, худому, изможденному голодом и страстью, от привыкшей к светским ухажерам, Маргариты не светила. Но кто бы сегодня знал о французской певичке, не напиши, незадачливый покупатель миллиона алых роз, портрет актрисы Маргариты. Люди, сыгравшие важнейшую роль в жизни Перусмани, братья-художники Кирилл и Ильяс Даневичи. Они путешествовали по Грузии вместе с Михаилом Ледантью, русским художником французского происхождения. В тбилисских дуканах братья обратили внимание на удивительные силы картины, которые украшали стены отнюдь нефашинабельных заведений. Картины были сделаны в своеобразной манере. Сила, бьющая через край из этих безыскусных полотен, потрясла художников. Долгие расспросы и поиски вывели их на автора. С Даневичи скупали картины Перусмани и целенаправленно искали его самого. В феврале 1913 года от Ильяс Даневича мир впервые услышал о Никопе Перусмане. Статья называлась «Художник самородок» и была опубликована в газете «Закавказская речь». Вскоре в Москве состоялась первая выставка Перусмани, а через некоторое время его пригласили на собрание Общества художников в Тбилиси. В 1916 году тифлийские художники собрались, чтобы создать новую организацию. Пригласили на собрание и самоучку Перусмани. А он унес предложение построить большой дом, чтобы художники могли собираться вместе и говорить об искусстве. Наверное, это было то, о чем он мечтал. К Перусмане пришло признание. Но стать тем, что в быту именует успешный человек, ему не было суждено. Признание практически не отразилось на финансовом состоянии Перусмани. Деньги по-прежнему обходили его стороной. Социального и общественного успеха при жизни ему добиться не удалось. Не было ни высоких донораров, ни дома и семьи. Были нищета, голод, холод и сырые подвалы. Всю жизнь он тосковал по деревенской жизни. Есть легенда, что Перусмани покупал скошенную траву и засыпал на ней, пытаясь хоть частично таким образом погасить тоску по дому. Но жизнь художника оценивается по иным критериям, чем социальная успешность. Уже признанный и обласканный публикой благословности, которой при жизни так и не удалось добиться Перусмани, Пабло Пикассо говорил, что завидует судьбе грузинского художника-примитивиста, сумевшего наполнить светом черную клеенку. Пикассо восхищался картинами Перусмани. Одна из последних работ знаменитого убийства – портрет гордого охитинца. Он писал на черной клеенке дружеские сборища с очаркой вина. А еще он изображал простых трудовых людей – носильщика, мушу, как их называли в Тифлисе, дворника, кормилицу с ребенком, как прекрасные люди, которых рисовал художник. Они воплощают лучшие черты грузинского народа – трудолюбие, гостеприимство, жизнерадостность. Наверное, и сам он был таким же, плоть от плоти своего народа – добрым, щедрым труженьком. Образ Перусмани рисовался в романтических тонах. Он был бессеребренник. В 1918 году он умер, как нищий, как братьяга. После него не осталось дневников, не было у него имущества, наследников, только сестра в родной деревне. Так что, когда поклонники его искусства стали интересоваться биографией Перусмани, спросить было особенно не у кого. Духанщики и владельцы усилительных садов, которые заказывали Перусмани картины, разберлись кто куда, разъехались. Новое время оказалось разрушителем традиционного уклада тифлисцев. Городской быт стали расцвечивать флагами, лозунгами, а старые вывески и декоративные росписи исчезали. И вот те, кто еще застал Нику Перусмана Швили живым, кому нравились его картины, в основном это была артистическая молодежь, поэты и художники, стали рассказывать жизнь грузинского мастера как легенду, порой приукрашивая ее, порой дополняя вымыслом. Да и кому нужна была дотошная мелочность, свидетельство о странности художника, о его непонятных выходках, его слабости. Образ Перусмани воспринимался как воплощение национального характера. Мастер-самоучка на протяжении 20 века обрастал славой и известностью, намного превосходившей других его соотечественников. Для любителей его искусства, никогда не бывавших в Грузии и в Тбилиси, Перусмана Швили стал знаком грузинской культуры вообще.